Здравствуйте! Как обычно, по четвергам на Видное ТВ прямой эфир. И сегодня у нас в гостях начальник управления по экономике и потребительскому рынку Александр Смирнов. Александр Павлович, здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий! В начале нашего разговора, так как вы первый раз у нас в студии, расскажите о направлении вашей работы. Что входит в ваше управление, какие вопросы вы рассматриваете? Добрый вечер, уважаемые зрители! В структуре управления по экономике и потребительскому рынку 5 подразделений. 4 отдела. Это отдел по экономической политике, отдел инвестиций и малого предпринимательства, отдел потребительского рынка, отдел по сельскому хозяйству и охране окружающей среды и сектор цен и тарифов. Вот вы как раз сейчас упомянули окружающую среду, тему экологии. Экология и будет сегодня основной темой нашей беседы. И одной из самых резонансных тем последних недель, последнего месяца, это, естественно, ситуация в пойме реки Купеленка. Уже не раз и мы на Видное ТВ показывали сюжеты на эту тему, и администрация в минувшие выходные буквально встречалась с жителями на месте. Об этом мы поговорим чуть позже. А сначала расскажите, с чего все началось вообще. Почему произошло так, что очистные сооружения пришли в негодность? Да, действительно. Микрорайон Купеленка – это новый микрорайон. Заселение продолжается до сих пор. Ввод в эксплуатацию домов и очистных сооружений, соответственно, произошли не так давно. То есть очистные сооружения являются достаточно новыми. Но, парадоксально, работают они некачественно. Первые сигналы поступили уже практически в прошлом году в администрацию Ленинского района от жителей, которые стали ощущать там неприятные запахи. Выехав на место, все зафиксировали о том, что присутствует запах, характерный для очистных сооружений. Соответственно, администрации района были привлечены все компетентные государственные органы – это департамент Росприроднадзора, Министерство экологии Московской области, Госадмтехнадзор. Вопросы были к застройщику, который являлся на тот момент балансодержателем этих очистных сооружений. Буквально в прошлом месяце в администрации Ленинского района состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, разбирали тему этих очистных сооружений, потому что проблема с 2016 года не уходит. И более того, как раз около месяца назад возникла та самая ситуация, когда загрязнилась сама река и стала она зеленого цвета, лед окрасился в зеленый цвет. Да, совершенно верно. У нас по этому поводу был сюжет на нашем телевидении. В минувшую субботу на территории микрорайона состоялась встреча. Встреча жителей с представителями администрации, с первым заместителем министра экологии Московской области, с застройщиком, с нашими службами Виденского ПТО водоканала, с комитетными специалистами. Чтобы не быть голословными, наша съемочная группа там побывала, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, после чего обсудим это и поделимся комментариями. Подъезжая к микрорайону, мы не могли не обратить внимания на рекламные баннеры застройщика. На них, как это часто бывает в рекламе, счастливая, улыбающаяся семья отдыхает на берегу реки. Картина идиллическая. Одни названия чего стоят. Эковидное, видный берег дома реки. И застройщик не обманул. Есть и дома, и река. Только вот соседство с этой самой рекой жильцов совсем не радует. Запах и непонятная какая вода попадает в речку. То есть уже ни о какой экологической чистой зоне речи нет. Запах резкий, природа его не вызывает никаких сомнений. В реку сливаются канализационные стоки. Да еще в таком объеме, что зимой здесь зеленеет лед. Река наша просто загублена. И нам сказали эксперты, что еще три года существования чистых, река погибнет совершенно. А виной всему вот эти шатры. Но не спешите умиляться. Это не цирк Шапито с клоунами и акробатами. Брезен скрывает очистные сооружения. Мало того, что они построены без соблюдения необходимых норм, в непосредственной близости от жилых домов и других социальных объектов, так еще и с очисткой не справляются. С момента заселения полностью, вот с дачи последних 14-15-го дома начались запахи. Как ветер в наши стороны, микрорайон задыхается. То есть получается, пока народу было немного, они справлялись. Как только заселилось под завязку, то они перестали справляться. Подобная ситуация не могла остаться без внимания властей. Совсем недавно в администрации состоялось экстренное заседание по этому вопросу. А сегодня к собранию жильцов присоединился заместитель главы Ленинского района Сергей Куканов вместе с другими представителями государственных структур. Аудитория была столь велика, что задние ряды не всегда слышали, что говорится с импровизированной сцены. Минокологии также взяли пробы. Пробы показали превышение. Превышение по ряду показателей. Сейчас они как подъедут, расскажут, каким показателям какие вредные вещества превышают отдельно допустимой концентрации. Запах – это лишь вершина айсберга. Ситуация гораздо серьезнее. По аналогии с ледяной плавучей глыбой основная угроза кроется под водой. Сбрасывая стоки без очистки, естественно, сбрасывается туда и вот возбудитель вот этих паразитарных болезней. Организм нашего жителя средней полосы, он совершенно не приспособленный, так сказать, выдержать такие вот паразитарные болезни. Сигнал бедствия, посылаемый жителями новостроек, был услышан. По словам главного государственного инспектора охраны окружающей среды, ситуация близка к разрешению. С сегодняшним вращением жителей у нас сегодня здесь работает лаборатория. Будут взяты пробы. Это уже не первый раз, когда мы отбираем пробы, а по методике мы вынуждены три раза взять пробы для того, чтобы рассчитать ущерб, вред, нанесенный водному объекту. Мы сможем по этим результатам рассчитать вред окружающей среде и уже в судебном порядке предъявлять его, помимо тех административных штрафов, которые мы уже наложили, которые составляют около полумиллиона рублей. Вред, который будет рассчитан по нашим оценкам, может достигать нескольких десятков уже миллионов рублей. И эти размеры, они повлекут не только административные санкции, но и уголовные. По итогам встречи компания-застройщик Телси Комгруп взяла на себя обязательство до 1 мая устранить все неполадки в системе очистных сооружений. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Александр Павлович, действительно ли до 1 мая это возможно устранить все то, что произошло за последние месяцы? Дмитрий, как мы с вами видим, все государственные компетентные надзорные органы держат этот вопрос на контроле. Вопрос, смочь или нет, он, как мы сейчас видим, сказал инспектор, может быть квалифицирован в состав уголовного преступления, помимо административных взысканий, которые сейчас налагаются на застройщика. Поэтому мы надеемся в том, что застройщик сумеет устранить. На мой взгляд, причина, почему присутствует этот запах, идет загрязнение реки Купеленко, на мой взгляд, объяснение, которое дает застройщик, достаточно удовлетворительное о том, что оборудование не справляется. Ведь очные сооружения построены по проекту, который прошел экспертизу соответствующую государственную, также объект тогда был введен, принят в эксплуатацию, все соответствовало нормам строительным. В этом нам не приходится сомневаться, это нужно взять за основу. Поэтому работа именно оборудования, некачественная, с которой сейчас справляется застройщик, до 1 мая он должен это успеть, мы надеемся, что проблема уйдет. То есть дело не в том, что очистным сооружениям не хватает мощности, а просто там что-то сломалось. Как известно из практики, что заселение новых домов происходит в среднем в течение 5 лет. пока люди, кто приобрел квартиры, делают ремонт, квартиры сдаются без отделки, решают свои проблемы. Полное заселение, то есть выход объекта на проектную мощность осуществляется на полную в течение 5 лет. Сегодня этот срок еще не прошел, то есть очистные не загружены еще на полную мощность. Поэтому говорить о том, что был неверный расчет, мы сейчас совершенно не можем. А не может ли, на Ваш взгляд, в дальнейшем тогда сложиться такая ситуация, если их даже сейчас починят все, устранят все неполадки к сроку 1 мая, что в будущем, когда остальные дома, которые построят в Видном береге, еще в Эковидном-2, тоже очистные сооружения, еще большая мощность на них упадет, и что они тоже опять не справятся? Вопрос этот на контроле. Насколько мы понимаем планы застройщиков следующих кварталов о том, что на эти очистные сооружения, которые построила группа Телсиком, не будут никакие стоки уже поступать, там будут другие применяться проектные решения, что эти очистные будут работать только на микрорайон Купеленко. Жители, которые пришли на встречу с администрацией, они говорили о том, что нам не важно, обанкротится ли компания, разрешат ли ей дальнейшее строительство в районе. Нам самое главное, чтобы не пахло у нас во дворе, у нас около дома. Поэтому люди, они хотят просто чистоты. Совершенно верно. И нашей целью администрации является найти все возможные рычаги скорейшего решения этого вопроса. О чем вы говорите? Банкротство, разрешение на строительство. Но это очень решительные меры. Поэтому их тоже можно использовать. Наша цель быстрее решить эту проблему. Потому что квартал достаточно красивый. Место, где он расположен, очень живописное, на берегу реки. Находиться там приятно. Единственное, что портит все ощущения, этот запах. Люди предлагали даже такую вещь, что временно, может быть, подключить эти очистные сооружения к городским. Это возможно технически или юридически? Если бы это было возможно технически, то застройщик пошел бы именно этим путем. Сегодня наша старая часть города именно избавляется от стоков таким образом. Они перекачиваются для очистки в город Москву. Для этого построена у нас главная канализационная насосная станция, которая большой объем стоков перекачивает в Москву. Но ресурс этой КНС уже исчерпан. Подключать такие большие микрорайоны, где десятки домов 17-этажных, уже нет технической возможности. Ну и вы знаете, где располагается эта КНС. Это улица Школьная перед Расторгуевским мостом. Это достаточно большое расстояние. И перекачать туда сегодня нет возможности. Но будем надеяться, что ситуация нормализуется. И действительно администрация держится на контроле. И мы, в свою очередь, тоже будем снимать сюжеты и наблюдать за развитием ситуации. Сейчас 2017 год. Год экологии в России. И какие мероприятия приурочены в Ленинском районе к этой недате, к этому году? Совершенно верно. 2017 год. Указом президента Российской Федерации объявлен в России годом экологии. С какой целью? С целью вовлечь все население, все организации в решение экологических проблем, которые существуют сегодня в стране. И для повышения уровня экологической безопасности. Вот для этих целей мы формируем перечень мероприятий. Ну, нужно сказать, что в Ленинском районе вопросам экологии всегда уделялось особое внимание. У нас в Ленинском районе утверждена программа экология, которая включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение окружающей среды. Проводится мониторинг воздуха, мониторинг всех водоемов, расположенных в Ленинском районе. Те проблемные места, которые мы знаем, это выбросы коксогазового завода, новые проблемы, связанные с работой очистных сооружений, проблемы свалок, которые есть на территории всего Подмосковья. Ленинский район тоже подвергается этому загрязнению. Вот все эти мероприятия, они в программе отражены. Ну, и одно из важнейших направлений – это воспитательная работа. Это тот задел в будущее, который позволит нам воспитать сознательных граждан, которые будут правильно, бережно относиться к нашей природе. Ну, и еще ряд мероприятий. И тем удивительнее, что в год экологии происходят такие вещи, как та же ситуация с Купеленкой, но также еще и, допустим, сброс грунта, несанкционированной в пойму реки Бица. Причем это уже тоже не первый год ведь длится. Совершенно верно. Проблема такая существует. Проблема эта возникла на землях, которые находятся в частной собственности. Это больше десяти участков, которые отводились в 90-е годы под огороды. На этих участках есть конкретные правообладатели, плюс участок, который предоставлен организации, долгосрочную аренду, но по целевому назначению также не используется. А где это находится? Это место, туда единственный подъезд с улицы Донбасская, подъезд к правому берегу реки Бица. На противоположной стороне находится село Ермолино. Вот из нового микрорайона, пятого микрорайона города видны, это краски жизни. Открывается картина на эту территорию, которая подвержена последние годы тому, что там завозится грунт, несанкционированно. В итоге грунта завезено такое количество, что он начал обсыпаться, и уже эта земля, этот мусор попадает в водоохранную зону реки Бица, которая в том месте является такой достаточно узкой речушкой, но мы знаем, что в период весеннего половодья эта река достаточно серьезно разливается. Недавно состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой обсуждался этот вопрос. Какие выводы были сделаны, и какую работу администрация планирует вести по этому вопросу? Совершенно верно. Состоялось, опять же, внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, то есть сама проблема носит чрезвычайный характер, и нужно принимать экстренные меры. Администрация смогла привлечь все компетентные государственные органы вовлечь в решение этой проблемы для того, чтобы по возможности не просто предотвратить завоз туда мусора и грунта, а привлечь к ответственности виновных и возместить экологический ущерб, который, как мы надеемся, в ближайшее время, расчет которого произведет Министерство экологии Московской области, который компетентно делает этот расчет соответствующий. И с помощью природоохранной прокуратуры Московской области мы сможем привлечь виновных к ответственности, потому что обладать землей это почетно, но и ответственно. От этого грунта, который там сваливают, страдает только территория возле реки или и сама река, то есть сам водоем? Я к тому, что в Купеленке, если проводили пробы воды, брали анализ на концентрацию веществ различных, в Бице такое делали? В Бице непосредственно сейчас, в этом месяце, анализ воды мы не делали, но визуально это определяется, что русло реки свободно от грунта, вода проходит свободно, но есть угроза того, что грунт, сейчас происходит активное таяние, что может сползти, поэтому меры нужно принимать экстренные, чтобы русло не было перегорожено этой землей. А грунт представляет из себя просто обычную землю со стройкой? Обычная земля со стройкой, совершенно верно. Стройки ведутся как по Подмосковью, так же и в Москве. Характер его происхождения неизвестен. Но все-таки это не мусор? Мусор, ну, так скажем, вкрапление мусора, который какими-то слоями, нижними слоями там присутствует, да, это есть. Но верхний слой — это грунт. Поэтому администрации, вот помимо того, что мы звоним во все колокола, пишем письма и просим обратить компетентные органы внимания, найти виновных и решить проблему, первая действенная мера — это установка охраны круглосуточной. Значит, на КЧС было принято решение об установке такого поста, который сразу же на следующий день был установлен. Это частное охранное предприятие, которое перекрыло проезд всей техники, которая чем-либо загружена. А Госадомтехнадзор тоже, может быть, принимает какое-то участие в этом? Совершенно верно. Они тоже компетентны, принимать меры. Также полиция в лице Государственной инспекции безопасности дорожного движения в отношении транспорта, который перевозит грузы, тоже имеют право принимать меры. То есть контролирующих органов достаточно много. Но, как мы видим, проблемы уже в хронической стадии находятся. Поэтому сейчас наступило время решительных действий. И все-таки, в отличие от таких нерадивых граждан, которые занимаются подобными вещами, у нас в районе живут наши жители ответственные, которые задумываются о том, где мы живем, что видно, что Ленинский район – это наш дом, окружающая среда – это очень важно. И устраивают экологические организации общественные. Расскажите нам о них, которые действуют в Ленинском районе. Совершенно верно, Дмитрий. Я хочу начать с того, что в связи с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии, одно из первых мероприятий масштаба всей нашей страны состоялось, было организовано Русской Православной Церковью. В январе состоялся круглый стол «Церковь и экология», где патриарх произнес такие слова, что состояние экологии является индикатором нравственного состояния нашего общества. Вот я с этим абсолютно согласен. И отрадно то, что в нашем районе есть общественные организации, которые созданы для того, чтобы сохранять окружающую среду, очищать ее от мусора. С какой целью? Ну, чтобы выжить нашей цивилизацией человеческой. Вот такие громкие слова. И передать нашим детям землю в таком состоянии, в котором мы ее приняли от своих родителей. И можно поподробнее именно об этих организациях? Что они из себя представляют? Чем они занимаются? У нас помимо людей, которые просто неравнодушны, занимаются незаметной, но важной работой по тому, что наводят порядок на своих придомовых территориях, вот есть две общественные организации. Это Ленинский райсовет Всероссийской общественной организации охраны окружающей среды. Возглавляет эту организацию Калинина Наталья Федоровна. И общественная организация «Видная за раздельный сбор мусора». Венера Тарасюк возглавляет эту организацию. Они проводят большую работу. Эта работа отмечается всеми жителями, как города «Видная», так и Ленинского района. Работа эта заметна, плоды этой работы заметны уже сейчас. Ну, нужно сказать, что наша организация «Видная за раздельный сбор мусора» представила итоги. своей работы за 2016 год. Эти цифры очень внушительные. Только стекла они собрали больше двух тонн, и бумаги полторы тонны. Благодаря вот этой акции, которая проводится в городе «Видная». И, кстати, вы сказали о воспитательной работе. Они не только собирают мусор, но еще и проводят так называемые дискуссионные площадки экологические. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет об одной из таких площадок в девятой школе, а потом обсудить. У девятиклассницы Анны Скворцовой, как и у остальных нескольких десятков учеников, на днях собравшихся в девятой школе, теперь навсегда изменится отношение к мусору. Это не громкие слова. Двухчасовая лекция, в ходе которой профессора ведущих вузов России рассказывали школьникам о вреде неправильного использования отходов, не могла пройти мимо юных умов. Узнала то, как его можно утилизировать, какие мероприятия можно проводить, чтобы мусора было меньше, и чтобы в следующем веке наши потомки жили в чистом городе, в чистом мире. Скорее всего, буду участвовать в акциях, потому что меня это очень вдохновило. И, наверное, я расскажу друзьям, может быть, чтобы они со мной ходили на все эти акции и как-то помогали. Такое экологическое просвещение молодежи стало возможным благодаря участникам инициативной группы, реализующей на территории Ленинского района, проект «Видное за раздельный сбор мусора». По их мнению, именно правильная сортировка отходов – первый и самый верный шаг к сохранению природы. Поэтому группа и ставит перед собой сложную, но благородную миссию – привить подрастающему поколению привычку разделять мусор. Мы перейдем на раздельный сбор мусора, и большую часть мы будем перерабатывать мусор, так же, как в европейских странах. Но это будет нормальный процесс для каждого человека, потому что это будет прививаться, как говорится, с молоком матери. И уже даже маленькие дети в детском саду будут знать, какую бумажку куда надо выбросить, и у них в голове не появится мысль, что эту бумажку можно выбросить куда-то на улицу. Проблема, которая не первый год волнует Запад, стала подниматься и в нашей стране. В 2017 год в России объявлен годом экологии. Сейчас, чтобы наверстать упущенное, нужны специалисты, которые будут не только просвещать, а, что самое главное, совершать открытия в области упаковочных материалов. Для этого и проводятся подобные дискуссионные площадки, где профессора рассказывают старшеклассникам об интересной и полезной для общества работе. Но тут же возникает еще одна проблема – куда девать и где перерабатывать отходы. К нашему счастью, на территории Ленинского района таких полигонов размещения отходов нет, но есть проблема утилизации, есть проблема переработки, куда же девать наш мусор. И проблема связана с тем, что все полигоны находятся на далеком расстоянии от района, и мы ищем пути решения также совместно с министерством, с региональными программами. Идеальная картина будущего, к чему вместе со всей страной стремится и администрация Ленинского района, сформированная в обществе культура разделять мусор, созданные условия для утилизации уже сортированных отходов и достаточное количество перерабатывающих комбинатов. По мнению специалистов, все это самым лучшим образом скажется на окружающей среде, а значит и на нашем здоровье. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, ВИДНОТВ. Конечно, очень большую работу делает эта инициативная группа. Хотелось бы еще узнать более подробно, чем занимается Всероссийское общество охраны природы, о котором вы сказали. Ну, это общество, оно достаточно большое количество людей в себя включает. Эти люди преследуют благородные цели, и труды их заметны уже и сейчас, но, естественно, все это направлено в будущее. Основная работа связана с воспитанием, просвещением. Так, ежегодно этим обществом проводится конкурс «Юный эколог», в котором принимают участие школьники Ленинского района. Как правило, итоги подводятся в сентябре. Мероприятие это проходит на базе Володарской средней школы. Определяются номинанты, победители. Работы, которые выполняются детьми, они все очень талантливы, они все сделаны с сердцем, с душой. Я абсолютно уверен в том, что поколение, которому мы доверяем нашу землю, оно обеспечит чистоту и будет правильно воспитанным. Ну, а главная наша задача — воспитывать их своим примером. Я хотел бы обратиться ко всем нашим зрителям. Все мы являемся живым примером для наших детей. Поэтому будем достойно показывать пример, как бережно относиться к природе. Интересно знать, какая еще работа в школах проводится не вот этими организациями общественными, а именно самими учителями. Будь то уроки биологии, географии, природоведения, может быть, когда ребятам рассказывают о важности сохранения окружающей среды. Я знаю, что в учебном плане нашего управления образования Ленинского района очень много уроков, мероприятий посвящено охране окружающей среды. Я сейчас в такой стадии, когда прохожу в очередной раз курс обучения начальной школы со своими детьми. Да, и мы вместе готовим рефераты на эту тему. Проходят уроки по охране окружающей среды, которые очень интересны и насыщены. Я вижу, что внимания этому уделяется достаточное. Можно отметить, что сейчас как в системе образования, так и вообще в системе законодательства наблюдается такая экологизация всего, когда вся деятельность человека, начиная от воспитания, его жизнедеятельности, все это регулируется и отталкивается от норм экологической безопасности. А я напоминаю нашим телезрителям, что у вас есть возможность задать вопрос нашему гостю по телефону 541-25-25, вы их видите на своих экранах, а у нас уже поступают вопросы, я сейчас один из них зачитаю. Этот вопрос пришел к нам еще заранее. Вконтакте его написал Алексей Тарасов, наш постоянный телезритель. В городе видно много мест сбора ТБО, у которых отсутствуют так называемые ворота, что дают мусору из контейнеров распространяться на несколько метров от точки сбора ТБО. Будет ли произведена модернизация таких точек в жилых зонах и на улицах города в целом? Это могло бы сделать улицы города чище и красивее. Абсолютно с этим соглашусь. И совершенно возмутительно то, что некоторые мусоросборочные площадки, о том, что они где-то поблизости располагаются, можно узнать по запаху и по мусору, который разбросан вокруг. Но это неприемлемо. Тем более в год экологии. Все-таки мы способны придать им эстетический вид. И сегодня много продуктов, которые предлагаются на рынке, контейнеры, которые закрываются, площадки, которые имеют ворота. Но козырек обязательно, чтобы не заливалось это водой. Я думаю, что мы общими усилиями, в том числе за счет средств, как местного бюджета, способны навести порядок в этом вопросе. Дальше следует вопрос, опять же, на тему реки Купеленка. Где можно узнать результаты проверки на пригодность ловли рыбы в этой реке? Спрашивает Дмитрий. Ну, как мы с вами видели из сюжета, который был посвящен встречи последней жителей с контролирующими надзорными органами, что анализы проводятся. Я думаю, когда администрация их получит, мы их разместим на сайте администрации, на всеобщее обозрение. И будем этот мониторинг проводить постоянно. А когда мы будем осуществлять свой мониторинг по программе экологии, все эти данные мы тоже разместим на сайте. И тогда станет точно уже понятно, можно ли там рыбачить или нет? Да, я думаю, это будет нам понятно. Но сегодня совершенно понятно, это не связано с личными сооружениями, что водоемов, пригодных для купания, хочу всех предупредить, у нас нет. Купеленка не исключение. На территории всего района? Да, совершенно верно. Возвращаясь к теме общественных объединений, назовем это так, в Ленинском районе уже не первый год проводятся экологические форумы. Что это такое, что это за площадки, что там происходит? Да, в год экологии запланировано такое мероприятие с привлечением как можно более широкого круга наших жителей на форум экологический. Ближайший форум состоится 30 марта, в 18 часов, в Историко-культурном центре. Поэтому всех приглашаю, желающих прийти и поучаствовать. Первый форум будет посвящен вопросам ознакомления с законодательством в этой сфере. О том, какие нормы существуют, о том, какие органы осуществляют контроль в сфере экологии. О том, что жители должны знать, кто защищает наши права, в какие органы следует обращаться. Но также обозначим проблемы, которые есть и все пути их решения. Это, опять же, мне кажется, будет воспитывать ответственность некую в наших гражданах, в наших жителях Ленинского района. Тем патча, то, что приближается уже совсем настоящая весна и приближается пора субботников. Месячник благоустройства, который будет в апреле. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, все, о чем бы мы ни говорили, но любую тему, все так или иначе связано с экологией, со средой нашего обитания. Да, совершенно верно. Снег уже практически сошел, земля сейчас подсохнет. И в Московской области объявлены субботники, которые пройдут 8 и 22 апреля. Приглашаю всех принять участие. Ну, а желающие могут и в другие дни выходить. Я уверен, что управляющие компании смогут обеспечить всех инвентарем необходимым. Поэтому выйдем и наведем порядок на своих территориях, в своих дворах. А если жителям просто захочется, ну, вот не в эти указанные даты, а в любой другой день убраться как-то себя во дворе или, может быть, даже дерево посадить? Ну, культурно себя вести и убирать мусор, который находится у тебя во дворе, оно не возбраняется круглый год этим заниматься. Поэтому управляющие компании будут способствовать тому, чтобы обеспечивать инвентарем. Я думаю, с этим проблем не должно быть. Также всех прошу по возможности следить за чистотой в своих дворах. Это же все-таки облик нашего города. В прошлом году у нас в районе проходило множество акций, посвященных посадке деревьев. Это был и Лес Победы, и акция Посади свое дерево, насколько я помню. У нас есть сюжет, он, конечно, не свежий, он с прошлого года. Мы его снимали. Мы хотим показать, как люди безотносительно этих акций собираются просто маленькими компаниями и сажают деревья у себя во дворе. Давайте его посмотрим. Двор около 83-го дома по школьной улице. Накануне выходных местные жители решили помочь сделать его более зеленым. Деревья должны подвести с минуты на минуту. В это время механический бур подготавливает территорию для их посадки. Всего за несколько минут площадка подготовлена. В это время трактор подвозит саженцы. По участку их разносят вручную. Минимальная глубина ямки 40 сантиметров. Здесь именно такая. Новое дерево уже рядом. Это канадский клен. Приживается очень хорошо. Его сажают прямо в мешке. Он потом сгниет и превратится в удобрение. Влажная погода, по словам специалистов, лучшее время для того, чтобы деревья прижились. Активисты и организаторы акции обещали, что до конца года проверят, как прижились новые растения. Сажали их вместе несколько поколений видновчан. Это хорошая идея, я считаю. Мне вообще нравится делать хорошие дела. Помогаю маме убираться. Еще я помогаю садить дерево. Помогаю в школе ребятам на перемене. Еще много других дел. Нужно, чтобы город был зеленее. Зеленее город стали делать несколько лет назад. Один из организаторов и вдохновителей акции – клоун Алекс. По его словам, в ближайшее время на улицах Видного наравне с кленами и березами появятся десятки фруктовых деревьев. Будем сажать яблоки, груши, вишни, чтобы можно было, когда созреть, взять, сорвать, помыть и скушать. Где именно можно будет рвать, мыть и кушать, еще неизвестно. Места для посадки выбирают специалисты. Растениям должно хватать и солнца, и воды. Всего до конца года в Видном появятся больше тысячи молодых деревьев. Алексей Пимов, Владимир Адрианов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Клоун Алекс тоже один из наших активистов. Тоже за посадку деревьев. Буквально вчера, когда был отчет главы района Олега Владимировича, он сказал о том, что в этом году продолжится работа посадки деревьев и упором будут сажать деревья в новых микрорайонах, около новостроек, во дворах. Да, конечно. В течение года по обращениям наших жителей на встречах, которые проходили на территории поселений, выявлялись места, где жители хотели бы высадить деревья. В 2016 году было высажено на территории Ленинского района порядка трех тысяч деревьев и кустарников. Я думаю, что в этом году мы будем стремиться посадить не меньше. Для этого территории будут определены. Актуальность их будет согласована с жителями, если что-то изменилось в этой ситуации. Поэтому город, наша территория, наших населенных пунктов будет более зеленая и более красивая. Будем надеяться, что все деревья приживутся и действительно все будет зеленое. Когда откроют новую КНС? Я знаю, ее строят, спрашивает Виктор. Что такое КНС, кстати? КНС – это канализационная насосная станция, инженерный объект, когда стоки перекачиваются там, где они не могут идти естественным образом под уклон. Я не знаю, о какой КНС идет речь. Вопрос градостроительного характера. Территория Ленинского района достаточно большая. Просто населенный пункт не указан. Если нам телезритель позвонит и уточнит это место, мы ему конкретно ответим. А вот здесь более конкретный вопрос. Я живу на Нижнем ПЛК и хочу выразить общую проблему. Между домами 62 и 64 расположена парковка на большое количество машин. Экологическая ситуация ужасная. Как будет решаться эта проблема? Спрашивает Тамара Михайловна. Хочу ответить, Тамара Михайловна, проблема-то заключается в том, что парковка слишком большая и на ней большое количество автомобилей. Проблемы с парковками в городе существуют. Как в старой части, так и на новых территориях. Это говорит, в первую очередь, о уровне благосостояния наших людей, что люди позволяют себе иметь автотранспорт сегодня. Но с парковками вопрос нужно решать, строить эти парковки. Но получается, что не всегда это устраивает абсолютно всех. Надо отдать должное, что в прошлом году парковок прибавилось у нас в районе. Да, конечно. После проведенного благоустройства. И действительно проводится, когда слушания летом в прошлом году проводились, во дворах жители обсуждали, одним нужна парковка, другим нужна лужайка. И действительно был опрос у жителей, за что проголосовали, то и мы сделали. Это единственный правильный подход, когда органы местного управления за бюджетные средства выполняют благоустройство, согласовав все и обсудив с жителями. Я знаю, что по городу видны все схемы благоустройства территорий. Проходили широкое обсуждение. Схемы эти были размещены в средствах массовой информации, на сайте, в кинотеатре «Искра», во дворах проходили обсуждения неоднократно на одной конкретной территории. Поэтому все имели возможность выразить свое мнение. Ну вот, золотая середина, надеюсь, была найдена. Нам продолжают поступать вопросы. На каких основаниях кафе «Дубки» по адресу ПЛК-1 находится там, где сбрасывают отходы? Не подписался наш телезритель. Ну, по адресу ПЛК-1 существовала в лесном массиве достаточно серьезная свалка. Она организована была гаражным кооперативом, который находится непосредственно за ПЛК, за этим домом. Люди проезжают и выбрасывают мусор. Характер этого мусора подтверждает. Там в основном это были покрышки, ну а всякий бытовой мусор, который люди привозят в гараж с тем, чтобы его там передержать какое-то время и выбросить в лесной массив. Так вот, в прошлом месяце собственникам здания по этому адресу был произведен субботник. В неурочное время вывезено большое количество мусора, работала техника, я сам присутствовал на этой акции. Надеюсь, что в дальнейшем люди будут относиться ответственно и не выбрасывать мусор на этой территории. Вопрос на контроле. Вот еще один вопрос, тоже аналогичный недавнему. В течение двух лет по адресу ПЛК-35 не экологичная зона, а не продуманные парковки, а уничтожение зеленых газонов. Когда это прекратится? Тамара Ивановна. Я знаю, что по этому адресу запланировано благоустройство в текущем году. Ну, нужно будет уточнить параметры работ, которые будут планироваться к выполнению. Я думаю, что действительно там узкий проезд достаточно, и жители этих домов ставят, вынуждены парковаться на газоне, который сегодня нельзя так назвать газоном, там просто заезженная территория. А вот в период распутится, там просто грязь, каша. Ну, будем благоустраивать. Вы говорили о водоемах Ленинского района, то, что они непригодны для купания. Но, тем не менее, они могут пригодны быть для лицезрения, что называется. Приятно, чтобы на них смотреть было. Когда почистят Тимоховский пруд? Очень грязный, пишет нам зритель. Ну, Тимоховский пруд, я наблюдал фотографии в социальных сетях о том, что там на этих фотографиях плавает мусор. Это преимущественно какая-то тара из-под напитков, металлическая, пластиковая. Я думаю, что вот сейчас, в период месячника благоустройства, этот мусор можно будет собрать. Ну, мы должны это сделать, в общем, усилением. И вот еще вопрос тоже, который не пришел сегодня к нам на эфир, но к нам часто звонят, и я думаю, что к вам в управлении тоже обращались по этому поводу. Жалобы на выбросы коксогазового завода. Действительно ли они сейчас сохраняются до сих пор, и действительно ли чувствуется этот неприятный запах? Да, проблема такая существует. Она не надумана. В 2016 году Министерством экологии Московской области был организован мониторинг. Установлена лаборатория, которая проводила замеры воздуха на выбросы. Ну, как ни парадоксально, в течение месяца эта лаборатория брала пробы для анализа. Мониторинг проводился в автоматическом режиме. Человеческий фактор при этом отсутствовал. То есть мы говорим о том, что эти показания, лабораторные исследования достаточно независимы и правдоподобны. Превышение предельно допустимых концентраций эта лаборатория не зафиксировала. Тем не менее, администрации Ленинского района с коксогазовым заводом проводилась такая кропотливая работа. И коксогазовый завод принял решение о улучшении всех параметров по выбросам, по пыли, по выбросам атмосферу. И проводятся такие технические мероприятия. Мы знаем очень активно о коксогазовом заводе. Я надеюсь, что эта проблема, сейчас мы уже, наверное, наблюдаем то, что она уходит постепенно. Надеемся, что в дальнейшем она исчезнет. Действительно, надеемся, что эта проблема уйдет, но, к сожалению, ушло и время нашего эфира. Наш эфир подошел к концу. Благодарю вас за то, что пришли к нам сегодня, ответили на многочисленные вопросы, мои и телезрителей. Ждем вас еще. До свидания. Спасибо вам за представленную возможность. Всем всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok